В большом зале правительства сегодня практически нет свободных мест. Здесь собрались педагоги, а также директора школ, лицеев, гимназий, техникмов, руководители органов местного самоуправления со всей области. Сегодня в правительстве проходит традиционный августовский педсовет. В этом году его тема обозначена как непрерывное образование, путь к качеству жизни. Об итогах прошлого учебного года и планах на этот рассказала начальник департамента образования области Елена Рябова. При любых возможных условиях финансирования мы должны достичь показателей, установленных указами президента Российской Федерации. По итогам 2014 года 95% целевых показателей программы выполнены в полном объеме и в рейтинге эффективности по итогам исполнения 2014 года отрасль занимает в рамках реализации программы третье место. Достигнутый средний уровень дошкольного и дополнительного образования, но я бы хотела обратить ваше внимание, что в рамках и в разрезе муниципалитетов эти результаты достигнуты далеко не в тени. Так достигнут уровень средней заработной платы педагогов общего, дошкольного и дополнительного образования в соответствии с указами только в Вашкинском муниципальном районе. Достигнут уровень средней заработной платы педагогов общего и дошкольного образования в трех муниципальных районах Кирилловском, Кичминском, Городецком и Тарнакском и в городах Вулаге и Череповце. Обеспечено достижение установленных значений заработной платы педагогов общего образования коллеги в 13 муниципалитетах, дошкольного образования в 9 муниципалитетах, дополнительного образования в 3 муниципалитетах. Поэтому, уважаемые коллеги, в рамках поставленной задачи губернаторам области прошу глав района и городских округов взять на контроль достижение показателей дорожной карты в части достижений по заработной плате. Основные экономические показатели дорожной карты по итогам 2014 года по области в рамках профессионального образования исполнены. В то же время, хотела бы обратить внимание уважаемые директора образовательных организаций СПУ. 11 организаций, это 41%, не достигли плановых значений показателя по численности обучающихся на одного педагогического работника. И 22% организаций по доле административно-управленческого и вспомогательного персонала. По итогам за первое полугодие текущего года, конечно, наблюдается положительная динамика в достижении показателей у всех организаций. Поэтому задача, которую я ставлю перед руководителями СПУ, это до конца года обеспечить выполнение планов показателей, о которых шла речь. В Российской Федерации годовой выпуск рабочих и специалистов организации СПУ в 2014 году состоял 1 миллион человек. Годовой прогноз потребностей в 2015 году 2 миллиона человек. То есть система СПУ готовит примерно 50% от этой потребности и 50% готовится в результате переобучения и получения новых профессий. Данная тенденция характерная для нашего региона. Ежегодный выпуск, коллеги, цифры 4 тысячи человек в системе СПУ. Потребность экономики региона в специалистах СПУ рабочих кадров 6 тысяч человек. Наш приоритет – привлечь обучающихся в систему профессионального образования через развитие системы ранней профориентационной работы и консультирования, профилизации школы, расширение программ основного общего образования на базе учреждений профессионального образования. В рамках государственной программы мы продолжаем поэтапное ведение ФБУСов. И начальная школа полностью у нас перешла на новые стандарты. В 2014 году с 1 сентября приступят к обучению по новым стандартам все пятиклассники. С 1 сентября 2014 года стартовал проект электронная школа, обеспечивающий открытость и доступность информации о системе образования, оперативное взаимодействие родителей и учителей. Дополняемость информационных ресурсов педагогическими работниками школ в конце учебного года возросла в два раза и составила более 69%. Я надеюсь, что с 1 сентября электронные дневники и возможность предоставления данной услуги по желанию родителей будет предоставляться во всех наших образовательных организациях. В 2015-2016 учебном году услуга по предоставлению информации о текущей успеваемости должна быть взята под личный контроль. Это личная ответственность директоров образовательных организаций. Анализ уровня образовательных достижений выпускников в начальных классах позволяет в нашем регионе выделить две тенденции. Это стабильность результатов подготовки в рамках новых стандартов и неосвоение образовательных программ начальной школы от 15% до 25% детей. Вот это количество детей по результатам первого такого этапа реализации стандартов в начальной школе не осваивает стандарты. В связи с этим предлагаю на августовских совещаниях, они у вас, уважаемые коллеги, в предстоящие дни, обсудить результаты подготовки и принять общий комплекс мер по повышению качества начального общего образования, а Вологодскому институту развития образования обеспечить в течение года тьюторскую поддержку учителей по математике и русскому языку, а также формированию читательской компетенции, которая у нас западает в начальной школе. И сформировать банк в виде уроков лучших учителей начальных классов, разместив их в интернет-ресурсе. Планы и задачи, наверное, остаются прежние, но добавляются некоторые нюансы, в том числе в эти задачи, которые сегодня поставила Елена Олеговна Рябова. Развивать детей, привлекать новые ресурсы, заключать какие-то соглашения, договоры с общественными организациями, внедрять в ГОСы. В этом году у меня выпускной 11 класс, поэтому, естественно, подготовка к экзамену, подготовка последнего звонка, профориентационная работа. Так, в этом году у меня пятый класс, который идет по ФГОС, поэтому для меня это тоже очень ответственно и, естественно, потребует огромного напряжения сил, поэтому работа предстоит огромная. Наша школа, она особенно тем, что туда попадают ребята, совершившие правонарушение и преступление. И, как правило, они не очень хотят учиться. Я, например, когда думал, как же начать урок, вот чем сравнить наших детей, я их всегда сравниваю с маленькими детьми, которые заболеют, лечиться не хотят, думают, что лекарство это очень горько, и мама, которая или папа заставляет это лекарство пить, они вот в данном случае нехорошие. Зато потом, когда они выздоравливают, они понимают, что это нужно было, необходимо. Поэтому, наверное, в нашей школе очень важно показать и рассказать, что то, что мы сейчас даем, обязательно пригодится в жизни, чтобы они были здоровыми.